А перед началом данного ролика я попрошу тебя, лично тебя и всех остальных подписчиков спуститься под видео и нажать красную кнопку подписаться. Если вы все нажмете спустя за 3 секунды, сейчас засекаю 3, 2, 2,5, 1. Вы все нажали на колокольчик подписаться? Я вас поздравляю, вы теперь подписаны на мой канал Лео Геймс и вы будете постоянно смотреть мои уведомления, что я буду сегодня снимать и обязательно поставить лайк под этим роликом, я очень старался. И всем привет, мои дорогие друзья, с вами канал Лео Геймс. Простите, мои дорогие подписчики, что я так очень долго не снимал видео на канал Лео Геймс, ну потому что после того, как я отпраздновал свой последний звонок, я пошел играть в свои видеоигры на PlayStation 4 Pro. Но сейчас я хочу снять очень полезный обзор, как сделать Мазду RX-7 как из японского аниме. Я немножко там отрывочек взять покажу. Initial Day Увидели, какую Мазду RX-7 я буду делать? Все, наверное, скажут, блин, она крутая. Сейчас я вам расскажу подробно, как ее сделать. Сперва, мы должны включить игру Гантуризма. Заходим в автосалоны, выбираем раздел Азия, нажимаем на марку Реаминюра, как там, не помню. Возьмем, нажимаем вот сюда, берем вот эту вот первую попавшую Мазду RX-7, вот эту, нажимаем и покупаем. Если у вас есть 100 тысяч кредитов, берете, а если нет, то сделайте там пару-три, там, гоночек, там, и тогда вы купите. Но я не буду показывать, как покупаю, потому что у меня и так эта машина есть. После того, как вы купили машину, заходите в редактор схем окраски, нажимаете, нажимаете кнопку Новый дизайн. Выбирайте машину, Мазду вот эту, затюнингованную, синего цвета. Потом, выбираем краска. Перекрасываем машину в желтый цвет. Пока что, у вас будет такой цвет. Потом вы нажмете, выбрать цвета. Сейчас, вот. Стрелочку подводим до такого оранжевого цвета, ну или даже вот так чуть-чуть. Вот сюда нажимаем и подводим цвет вот тут ближе к белому чуть-чуть. Ещё ближе, ещё чуть-чуть. Вот так. Теперь нажимаем кнопку ОК. У вас должен получиться приблизительно вот такой цвет. Вот такой. Теперь нажимаем на ОК. Теперь нам нужно сделать чёрный матовый капот. Законим в раздел наклейка. Выбираем капот. Нажимаем добавить слой. Капот. Выбор наклейки. И выбирайте первый попавшийся раздел наклейки. Форма. Вы нажали сюда. И выбираем квадрат. Увеличиваем. Нажали ОК. Перекрасываем в чёрный цвет. Вот такой. Нажали ОК. Так, это не сюда. Нажали завершить. Текстура наклейки. Перекрасываем в матовое. Всё готово. Окей. Теперь нам нужны диски. Диски у нас называются AD-1-RG-2. Вам нужны вот такие вот шестиспицевые диски. Вот такого типа. Конечно же, в оригинале у них точно такие же диски, но они там такие плоские. Они вогнутые. Ну, какие у меня есть диски. Если у вас есть вот такой самый первый вариант дисков, я вас поздравляю. А если у вас нет, так что не повезло. Ну, в общем, нажимаем вот сюда. И выбираем цвет. Ой, блин, не зафиксировал. Это слишком большой. Нормальный размер. Всё. Теперь нажимаем покраска дисков. Выбираем цвет. Выбор цвета. Вот туда нажимаем. Потом, где-то тоже до уровней такого цвета, как у Mazda. Только ещё не чуть-чуть темнее. Кликаем вот сюда. Чуть-чуть повыше. Ещё чуть-чуть повыше. Ну, где-то... Вот так. У вас должен получиться приблизительно вот такой цвет дисков. Он будет по цвету, как Mazda, но... Так, чуть-чуть темнее. Нажимаем ОК. Теперь мы выбираем раздел. Ну, как будет выглядеть краска, металлик там матовый. Выбираем металлик. И вот. Диски готовы. Нажимаем. Всё готово. И теперь, как вы все догадались, нужно на эту машину поставить номер. И вы все спросите, где добыть номер? Как? Как? Где? А я расскажу, как. Сперва, вам нужно сохранить вот этот дизайн, который... О, нет. А, вот как. Чтобы найти наклейку 63-887, я покажу вам. Вот, к примеру, вот тут. Вам нужно зайти в официальный сайт GranTurismo.com, ввести все данные. И после того, как вы ввели в официальный сайт все данные, можно закрывать компьютер, переходить в раздел «Знакомства». Ну, вы и так знаете, где находится этот раздел. Находите наклейку в раздел «Популярные наклейки». Листайте, 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 пока до тех пор вы не найдете эту наклейку. Потом, после того, что вы нашли наклейку, нажимаете «Добавить в коллекцию». После того, как вы нажали «Добавить в коллекцию», там написано, будет выскочиться такая черная табличка. Добавлено раздел «Наклейки». Откройте наклейки в коллекции. И вот приблизительно то же самое и делаем. Вот, нажимаем «Другое», «Добавить слой». Выбираем, где нужно поставить наклейку. Вот, вперед. Выбор наклейки. Открываем «Коллекция». Выбираем номер 37-63-887. Нажимаем. Подгоняем. Немножко уменьчиваю. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, еще чуть-чуть. Чуть-чуть повыше. И... И... Вот так. Окей. Теперь, добавляем точно такую наклейку, но уже сзади. Открываем раздел «Коллекция». Нажимаем 63-887. Сюда ставим. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот так. Нажимаем. Все. У вас готова «Мазда Ирик Сен», как у Кейсуки Такаши. Вы теперь нажимаете на кнопку «Сохранить», пишете дизайн, новый дизайн, вы убираете, пишете на английском языке название сериала. Пишем «Кейсуки Такаши», нажимаем кнопочку «Сохранить». И, все готово. Ну, я вам покажу, я вам готовый мой дизайн, как мой дизайн будет видеть. Это я эту «Мазду» чисто как для обучения покажу, показывал, но я покажу вам свою «Мазду». Сейчас покажу, какая «Мазда» должна у вас получиться. Вот такая «Мазда» у вас должна получиться. Вот в таком цвете, с такими дисками и с вот такой наклейкой 63-887. Да. Ну и сделаю одну гоночку на этой машине. Скажу я вам честно, я когда заметил эту машину, как делали в Гран-Туризме, я очень сильно загорелся идеей сделать эту машину. Я подобрал диски, наклейку на капот, перекрасил и думал, где же добыть номер? И я пытался, пытался, вот даже в Гугле нашел этот номер. Извините, пожалуйста, я сегодня пермишек съел. Ну и пытался найти эту наклейку, нашел наклейку в Гугле, пытался сконвертировать, но в итоге ничего не получалось. После того, как мы ввели данные в официальный сайт гран-туризма.ком, открыли раздел «Знакомства», нашли наклейки и мы сказали, «А почему мы до этого не успели сделать?» Ну я себя сто раз, я себя, я говорил, что я, что мы раньше этого не делали, почему мы не знали о таком? Ну я и, в общем, нашел этот номер, поставил на машину и гоняю. Так, вот, к примеру, прокачусь на вот этой вот японской трассе, первой попавшейся. Возьму я рассвет, 5 утра. Нажимаем. Любить или новичок. Да пусть новичок уже. Так. Стоп. А-а-а-а-а. Что я сделал? А-а-а, я не должен сюда заходить в этот раздел, блин. Сейчас я сделаю по-другому. Но всё равно-то мой винил остался. Сейчас, судьбой всё сделаю, я не буду дороже сойти. Так, я вытащу сейчас на пикатику. А, то винил всё на месте, это был просто баг. Всё, погнали. Вот, скажу тесно, вот эта вот наклейка с номером 3763-827, при движении она не лагает, ничего с ней не происходит, всё должно как нужно. Так что, не волнуйтесь, что вы подумаете, что наклейка будет прыгать, глючить, а на самом деле не будет прыгать и не глючить. Сам вот этот человек, который сделал наклейку ради того, чтобы продавать, он писал на японском языке то, что эта наклейка проверенная, и она не может и не глючить, и не лагать, и всё остальное не будет делать. То есть, она будет дерзаться, как у меня. То есть, если вот так я буду делать, то всё равно, ничего с ней не произойдёт. Ну, а в остальном, мне нравится машина, Mazda RX-7. Наверное, если бы я бы увиделся в такие суки Такаши, он бы поставил бы мне ГОА, как я сделал Mazda RX-7. Да, машина очень похожа, как из этого мой сериала, только я заметил, вот зеркала у этой машины, немножечко дальше от бокового, нет, как там, а вот, ну, 8 зеркала у этой машины стоят не так, как на оригинале. В оригинале, вот эти вот зеркала находятся ближе к окну, а здесь, ну, отдалены от стекла, ну, это, кабины, заговорился я. В общем, я не сейчас не хочу, в общем, всё рассказывать, всё и так, вы поняли, я, короче, хочу насладиться гоночкой. Да, мне нравится Mazda. Конечно же, все уже люди сделали эту Mazda уже в 2019 году, Ну, а я сделал Mazda в 2021 году. Хотя я не понимаю, я японского языка, когда смотрю этот сериал, но всё равно мне нравится смотреть вот эти вот гонки, сражения за первое место, мне всё равно это нравится. Я иногда люблю с этой машиночкой ехать ещё под музычку, люблю ещё ездить. Вот, например, когда начинается ночь, в 2 часа ночи, мама ещё пока что сидит за гаджетами, я выключаю свет, ставлю там плеер, включаю свою любимую музычку, и слушаю, и езжу, и наслаждаюсь. Все, наверное, подумали, какую песню буду я слушать, ну, слушал. Там остались сейчас последние поворотики, и можно завершать. Так что, если вы тоже загорелись такой идеей сделать такую Mazda, как у Кейсуки Такаши, вам ничего сложного, вам не потребуется делать. Просто достаточно перекрасить Mazda в жёлтый цвет, взять шестиспицевые диски, взять капот, наклеить на него чёрную матовую наклейку, зарегистрироваться на официальный сайт Гартуризма, выбрать наклейку 6387, добавить её и поставить. Я надеюсь, было очень понятно, и я бы хотел, чтобы это видео было на собрало тысяча просмотров. Так что, пусть робот это видео раздаст, как я хочу. Ну, вот первое место, заработал опыта, денежки заработал. Ну, вот, в общем, получился вот такой обзор, обзор, как сделать Mazda и RXM, как у Кейсуки Такаши. Я надеюсь, что было очень вам понятно. Тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал LeoGames. Я очень старался. Поддержите меня. Лайкайте и подписывайтесь на канал Leo. Всем до новых встреч. Пью. Я потом чисто продаёту сниму.